Красная книга Ненецкого автономного округа готовится к переизданию. Пробный экземпляр уже готов. Сейчас проводятся работы по устранению неточностей и доработке обложки. К концу года книга будет издана в количестве 600 экземпляров. Александра Литкова расскажет подробнее. Особенностью нового издания о Красной книге стало внесение на ее страницы большего числа грибов или шайников. А вот количество животных в ее списках уменьшилось. В первую очередь за счет исключения из книги морских млекопитающих отряда китообразных. В этом издании происходит увеличение общего количества живых существ за счет растений. То есть в основном это увеличение редких видов растений. Произошло добавление двух видов птиц. Это белая сова и турпан, если мне не ошибается. Но при этом исключили из Красной книги морских млекопитающих. В основном это китообразные. Все, которые обитают у наших морей. И исключили некоторые виды рыб. По некоторым видам краснокнижников изменились категории. Так, например, популяция сапсана и орлана-белохвоста восстанавливается. И поэтому выведена из категории редкие. А вот совы в новом издании Красной книги получили статус редких птиц. Есть какие-то определенные, скажем так, виды животных, которых количество увеличивается и, соответственно, увеличивается, ну, тоже уменьшается их категория редкости. Это все ведет к тому, что постепенно эти живые объекты могут быть исключены из списка редких. Например, это вот орлан-белохвост. У него была категория 3, стала 5. Сапсан тоже сокол. Несмотря на то, что он как бы в целом у нас по стране достаточно редкий, но у нас в округе, в региональной, скажем так, Красной книге отмечается тенденция к увеличению количества этих птиц. Это хорошо. Кроме категории, каждый вид на страницах издания для удобства обозначен определенным цветом. Ко всем прилагается иллюстрация и карта распространения на территории региона. То есть, если в первой книге у нас было 225 таксонов, то есть туда вошли грибы, это 36 грибов, 123 растений, 66 животных, то на сегодняшний день у нас немножко претерпели изменения, скажем так, количественные. У нас 229 всего, скажем, видов, да. Из них 39 грибов уже, 130 растений и 60 животных. Процесс подготовки к переизданию прошел в несколько этапов. В течение последних лет осуществлялся мониторинг редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, включенных в первое издание. Оценивались их популяция и распространение на территории региона, а также готовились иллюстрации. Красная книга – это официальный документ, который содержит свод сведений о исчезающих видах как растений, так и животных. И раз в 10 лет мы должны обновлять данные. То есть первая книга, то есть на сегодняшний день первая книга у нас была в 2006 году. Вот после многолетних, так скажем, наблюдений, мониторинга, уточнений, скажем так, данных, да, какие-то группы были выведены, то есть какие-то вновь появились, мы издаем новую «Красную книгу». Согласно контракту, который выиграла белгородская компания «Константа», «Красная книга» Ненецкого округа будет издана в количестве 600 экземпляров к концу этого года. Новое издание также будет доступно и в электронном виде на сайте Департамента природных ресурсов Ненецкого округа. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова